Наши ученики знают, как зарабатывать на недвижимости. Узнаете и вы. Школа Сергея Смирнова. Реалтьютор. Учитесь о лучших. 23 марта 2021 года контейнеровоз Evergreen перегородил Суэцкий канал. И эта авария стоила недели перекрытия Суэцкого канала. В 1967 году во время Израиля-Арабской войны Суэцкий канал был перекрыт на целых 8 лет. Казалось бы, при чем здесь рынок недвижимости и при чем здесь перекрытие Суэцкого канала? Мы сегодня поговорим о том, какие последствия может иметь арабо-израильский конфликт в 2023-2024 году для России и для рынка недвижимости в России. Мы попытаемся с вами разобрать сегодня сценарий развития событий для того, чтобы вам понимать, как действовать и за какими деталями наблюдать в этом конфликте. Поехали! Ну а прежде чем мы начнем, конечно же, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Сергей Смирнов инвестиций в недвижимость, потому что там много чего интересного, что не попадает в форматы Ютьюба. Подписались? Ну а теперь к теме. Итак, получается, что Суэцкий канал сам по себе – это транспортная артерия, которая влияет на мировые цены на многие товары, в том числе и на такой товар, как нефть. Любая война на Ближнем Востоке всегда приводила к повышению цен на нефть. А как цены на нефть связаны с рынком недвижимости? Да очень просто. Рынок недвижимости в России живет ровным счетом наоборот. Чем выше цена на нефть, тем крепче рубль, тем ниже спрос на недвижимость. Россияне живут именно в такой парадигме. Мы любим покупать недвижимость только тогда, когда все плохо, а не тогда, когда все хорошо. Давайте проанализируем. В 2020 году цена на нефть падает на фьючерсных торгах в отрицательную отметку. Мы сидим с вами на пандемии, но как только пандемия заканчивается и нам дают доступ к операциям на рынке недвижимости, мы бежим и начинаем ее покупать. Потому что мы боимся, в том числе и за курс рубля. 2020-2021 год мы тоже самое делали с вами. Боялись за курс рубля и начинали покупать недвижимость. Здесь нам еще и стимулировали льготные ипотеки. 2022 год, к лету, наоборот, курс рубля укрепляется, цена на нефть в достаточно высоком положении. И что? И мы ничего не покупаем. Лето 2022 года и начало осени отметилось вообще падением спроса на рынке недвижимости. То есть получается, мы ведем себя именно так. Цена на нефть растет, а спрос на недвижимость падает. Достаточно интересные события происходили летом 2022 года. Цена на нефть на самом деле росла, но ослаблялся курс рубля. При этом цены на недвижимость стабилизировались, они перестали падать и, наоборот, развернулись летом 2022 года в обратную сторону. И поэтому ситуация такова на данный момент, что Израиль и Арабский конфликт вносят новые коррективы и за этим стоит понаблюдать. Почему? Потому что сейчас из-за высокой ключевой ставки на рынке недвижимости наступает штиль. Что же может произойти, если к этому еще добавить Израиль и Арабский конфликт? А то, что у нас может начать укрепляться национальная валюта. И за счет того, что экспортеры сейчас обязали продавать часть валютной выручки, рубль начал укрепляться. Израиль и Арабский конфликт и война на Ближнем Востоке добавят к этому еще больше так называемых пряников. Россия не воспрянут, потому что цены на нефть могут опять начать расти. И в таком случае спрос на недвижимость в России начнет падать. То есть, к началу 2024 года спрос на недвижимость может еще сильнее просесть. Как бы это странно сейчас не звучало. То есть, с одной стороны, в России становится немножко лучше, а с другой стороны, на рынке недвижимости становится хуже. Как в таком случае действовать центральному банку? Если центральный банк продолжит упираться и держать высокую ключевую ставку, а за ней высокую ипотечную ставку, мы увидим совсем большой коллапс на рынке недвижимости. Что значит коллапс? У нас просто значительно уменьшится количество операций. Напоминаю, что у нас банки сейчас по уши влезли в рынок новостроек. То есть, они его кредитуют. Там же у нас лежат наши с вами депозиты. Если на банковском рынке начнется из-за этого всего кризис, то придется центральному банку что-то решать. То есть, кажется, что это не наш с вами конфликт. И мы не должны быть в него вовлечены хоть в одну из сторон. Но, с другой стороны, этот конфликт может сказаться сильно на спросе на недвижимость в России. Теперь давайте разберемся, а какие у нас еще есть с вами страновые риски. В 2022 году мы с вами видели картину, когда Россия стала страной неблагополучной. Ее записали в неблагополучную страну. И отсюда, особенно в большом количестве, уезжали головастики. Те, кто имеет высокий доход, те, кто могли покупать дорогие объекты недвижимости. То есть, элитка встала колонн в 2022 году, и люди отсюда стали уезжать. Куда же они уезжали? Они уезжали именно в Израиль, в Дубай и страны Персидского залива. Если мы сейчас с вами проанализируем последствия развития боевых действий в Израиле, то одна из сторон, которая может так или иначе вступить в конфликт, это Иран. А в таком случае, если мы с вами сейчас внимательно посмотрим на всю карту в целом, то мы увидим, что неспокойно станет даже в Персидском заливе. Напоминаю, что самая большая группировка ВМС США находится именно в Индийском океане. И поэтому ситуация заключается в том, что еще год назад нам казалось, что страна России неблагополучной, а островки благополучия – это Израиль и Дубай. А теперь мы смотрим внимательно, что же может произойти. А может произойти, что как раз ситуация ровным счетом поменяется. И островком благополучия на фоне нынешних событий станет как раз Российская Федерация. Мы получим возврат тех главастиков обратно в Россию. И сейчас уже этот поток на самом деле наблюдается. Причем, обратите внимание, что крупные компании, такие как Яндекс, выводили как раз свои офисы в Израиль. Я задаюсь вопросом, а что вы теперь будете делать? Вот отсюда получается ситуация, что у нас спрос на недвижимость может быть сбалансирован теми, кто начнет сюда возвращаться. Я вам, наверное, не рассказывал про историю нашей сети, но сеть Хирш, которая теперь называется Высоцкий Эстейт, в которой сейчас уже 32 офиса, в том числе недавно он открылся в офисе Казани, именно начала свою работу с Израиля. Мои бывшие партнеры – это израильтяне. Они сюда привезли эту франшизную сеть. И ситуация заключается в том, что у нас несколько лет были офисы в Израиле. И вот очень интересную картину мне довелось наблюдать, а я стал владельцем сети с 2016 года, то мне было интересно наблюдать всегда картину. Любой репатриат, который уезжал из России, приезжал в Израиль, там он фактически несколько лет смотрел, сможет ли он ассимилироваться в этом обществе, и только потом продавал недвижимость. То есть те наши граждане, которые уехали в 2022 году и спешно выставляли недвижимость на рынок, они сейчас могут снять с продажи и, наоборот, подумать о том, чтобы ее не продавать. Более того, если мы сейчас посмотрим на цены, которые мы купим недвижимость в Израиле и сравним их с ценами в Москве, то как раз израильтяне, которые сейчас уже задумываются над тем, чтобы продать там недвижимость и уехать в более спокойную страну, то они очень легко купят недвижимость в Москве. То есть возврат какого-то потока населения может вернуть спрос, в том числе, например, на элитную недвижимость. Почему? Потому что уже понятно, что регион России может оказаться на задворках новой исторической разборки. Как ты скажешь, почему? Мы же уже первыми, кто вступили в вооруженный конфликт. А я вам сейчас все объясню. В вашей парадигме картинки мира застряла историческая картинка, что Первая и Вторая мировая война проходили на территории старушки Европы. То есть Европа была вовлечена в конфликт именно в горячую фазу конфликта. Так вот, Третья мировая война, друзья мои, она, скорее всего, и с большой долей вероятности будет выглядеть ровным счетом наоборот. Россия может оказаться на задворках конфликта. Почему? Потому что вовлечены сегодня в конфликт, если мы посмотрим вот на эту карту, вот это все зеленое, это вот арабский мир, вот это вот маленькая точка, это Израиль. Вот если весь арабский мир вовлечется в конфликт, а не забываем о другом тлеющем конфликте, как Китай и Тайвань, а не забываем еще об одном тлеющем конфликте Индии и Китай, то у нас, соответственно, самым опасным регионом как раз становится Индийский океан. А напоминаю, что большое количество наших граждан в последние годы с изумительной такой спокойствием, с изумительной радостью покупали недвижимость в Дубае, в Бали, в Хукет и в тех самых регионах, где может стать горячо уже в ближайший год-два. То есть что же получается? Во-первых, нам грозит, в случае чего, рост цен на основные энергоносители. Почему? Потому что война, это всегда требует высокого уровня энергопотребления. А энергорасители как раз у нас говорят о том, что экономика в России очень любит, когда цены на энергорасители растут. Второе. У нас с вами, может быть, случится из-за всех этих товарных коллапсов виток инфляции. А в таком случае при высоком уровне инфляции ключевую ставку Центробанк сильно в 2024 году снижать не будет. Все это говорит и сигналит нам о том, что спрос в 2024 году, если мы рассмотрим эти сценарии, на рынке недвижимости в России будет очень низким. По крайней мере, в первой его половине. Вот такие последствия это может для нас иметь. Теперь давайте еще разберемся, а что еще может влиять на спрос на недвижимость. Мы уже видим с вами, что в августе и в сентябре и в октябре продолжали расти арендные ставки на квартиры. Чем это связано? А это связано как раз с тем, что часть населения возвращается. После событий мирного 2022 года, часть населения России возвращается обратно сюда и начинает арендовать здесь недвижимость. Если мы с вами увидим обратный поток из стран Ближнего Востока, и, кстати, та же Турция пыталась отстраниться от конфликта Израиля и Палестины, но Эрдогану, как представителю мусульманской стороны, ничего не оставалось, как поддержать одну из сторон в конфликте. То и Турция может оказаться вовлеченной в конфликт. Получается, что видя, что островком относительного спокойствия становится Российская Федерация, люди начнут сюда потоками возвращаться. Что произойдет с арендными ставками? Они продолжат расти. Поэтому ситуация на самом деле неоднозначная. Одна часть факторов указывает на то, что рынок недвижимости на самом деле будет не так весело. То есть восстановление российской экономики, как ни странно бы это звучало, всегда приводит к тому, что спрос на недвижимость начинает снижаться. С другой стороны, если мы увидим с вами рост арендных ставок и продолжение этой гонки вооружений, то он может повлиять косвенно на то, что у нас начнут балансироваться арендные платежи и ставки по ипотеке. Если еще мы увидим, что за восстановлением российской экономики у нас с вами начнет снижаться ключевая ставка, то в таком случае у нас начнет восстанавливаться спрос на недвижимость. Но мой прогноз, он раньше лета 2024 года восстанавливаться точно не будет. Поэтому, что же получается? Вы можете сказать, что это с одной стороны действительно не наш конфликт и выбирать здесь какую-то из сторон на самом деле не очень-то и правильно. И вообще война это очень плохо. Но с другой стороны, нам придется за этим конфликтом наблюдать, потому что он слишком значимый для мировой экономики, он слишком значимый для товара оборота, как я уже объяснил в начале ролика с Суэцким каналом. А это может грозить серьезнейшими последствиями, потому что во время израильской арабской войны Суэцкий канал был перекрыт на 8 лет. Осознайте это. И просто в масштабах сравните 6 дней контейнеровоза Evergreen и 8 лет во время израильно-арабской войны. Чему это может провести мировой экономики? Кстати, именно поэтому уже с лета этого года китайские компании тестировали северный морской путь, который предоставляет Россия. Казалось бы, все эти факторы не очень сильно напрямую связаны с рынком недвижимости в России. Но развитие одного из сценарий может сильно изменить спрос на рынке недвижимости в России. Поэтому, ребята, следим за этим внимательно, смотрим. И я постараюсь еще к концу года, отсмотрев часть событий, дать вам следующий прогноз. С вами был Сергей Смирнов. Всем пока.